Аллергия на мороз – заболевание, которым болеют взрослые. Им страдает каждый четвертый старше 20 лет. Выглядит оно как крапивница. Кожа краснеет, шелушится, сильно чешется. В тяжелых случаях появляются волдыри. Она проявляется в холодное время, в холодный период. И симптомы возникают, как правило, при контакте с холодным воздухом. Особенно в ветреную погоду и на открытых участках тела. Как правило, это руки и лицо. Холодовая аллергия проявляется не только зимой, а в любое время года. Например, после купания в прохладной воде. Чаще всего острая холодовая крапивница проходит сама. К врачам обращаются те, кто страдает больше месяца. Справиться с аллергией на мороз помогают специальные лекарства и обследования. Чтобы выяснить, есть ли у человека холодовая крапивница, проводится простой аппликационный тест. Конечно, не на улице, а в условиях стационара. Специалисты прикладывают к коже человека кусочек льда на 30 минут. И если в этом месте появляется волдырь, значит, крапивница есть. Как и любая другая аллергия, холодовая чаще поражает тех, чей организм ослаблен. Людей с хроническими заболеваниями. Гастритом, танзелитом, холециститом. У меня ко всем, ко многим вещам, но к этому вот, к холоду тоже, по-моему, как в воду начинаю задыхаться. Понимаете? Как же вы зиму переживаете? Вчера, ну, пользуюсь ингаляторами. Я считаю, что заболевание аллергического характера на холод, на воду, это вообще очень страшная вещь. Что это заболевание, это кровь, я так понимаю. Заболевание это практически неизлечимое. Избавиться от аллергии нельзя. Можно лишь контролировать ее проявление. В помощь лекарства и образ жизни. Лучше консультироваться с врачом и поменьше верить интернету. Там аллергии называют любую реакцию человека на холодное время года. В том числе банальную усталость от недостатка витаминов и солнечного света. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События. Субтитры создавал DimaTorzok